МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Планируется более 250 миллионов рублей. Создано будет более 50 рабочих мест. Завершение проекта планируется в конце 2020 года. Статус территории опережающего развития вызвал у большого количества инвестиционных групп и представителей бизнеса интерес к реализации своих проектов в Митровграде. Реестр Федерального министерства экономического развития включены три резидента. Один из них как раз будущий завод по производству сухих смесей. Мы действительно продолжаем оставаться в группе лидеров по формированию делового и инвестиционного климата. Более того, мы продолжаем с вами, несмотря ни на какие ограничения, несмотря на никакие перепады с ценами на нефть или известиями о новых санкциях, заниматься развитием. Следующий этап успешного развития региона – создание нового института развития. Это будет единый центр поддержки и развития бизнеса в Ульяновской области, который продолжит реализацию кластерной политики. Институт позволит ликвидировать разнонаправленность действий различных ведомств. В федеральном уровне происходит именно перезагрузка всей системы финансового института развития и мер финансовой поддержки крупных инвестиционных проектов. Фактически сейчас создается государственный институт развития под названием ВПРФ. Ему подведомственны будут все институты развития, в том числе российский экспортный центр, все бывшие дочерние общества внешнеэкономбанк. Действующая корпорация развития Ульяновской области станет единым региональным институтом развития и расширит выполняемые задачи, включив в себя функционал других структур, в том числе корпорации развития промышленности и предпринимательства и центра развития ГЧП. Руководить новой структурой будет генеральный директор корпорации развития региона Сергей Васин. Павел Половов, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды. Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.